Ну что ж, поехали. Рагнарёк, Смертельный, всё как я люблю. Ворон. Мне в комментариях пишут, что типа... Играй за другие кланы, всё равно то же самое, что в цель играть за одну и ту же Корею. Субтитры создавал DimaTorzok Так, прошу прощения, там звуки всякие были. Так вот, типа, что я играю за одного ворона, нет, чтобы за другие кланы поиграть. Просто ребятам не хочется. Вот я вам честно скажу. То есть, я понимаю, что вам интересно было бы посмотреть за другие кланы. Но тут вопрос только в том, не снимать ли мне вообще тогда про Нурсгард видео, в общем. Потому что мне реально не хочется играть за другие кланы. У меня не тут столько времени, чтобы в них разбираться. А плохо играть... Я, правда, из-за ворона не особо хорошо играю, прямо скажем. Но вообще хреново играть за другие кланы я не хочу. Новые кланы мне не нравятся, потому что... Там вводятся какие-то балластные механики, честно говоря. То есть, как мне не нравится змея, вы уже в курсе. Как мне не нравится... Ну, лошадь, кстати, может быть прикольно. Опять же, просто нет времени разбираться. То есть, здесь я хочу в Нурсгард поиграть. Я буду играть за того... За тот клан, который я понимаю и знаю. Просто логика вот такая. Так, блин, мне надо где-то военный лагерь поставить. Видимо, придется тут вставить. Потому что тут я соберу камень и потом смогу еще и... Гавань сделать. А вот здесь... О, волк уже побежал. Прикол, что на эту территорию... Тогда пока постоим. Пока не буду торопиться его резать. Ну, просто пока он нападает, другие волки не будут нападать. Ну, вообще... С другой стороны, конечно, там надо... Ладно, давайте лесорубами... Мне уже надо... Ставить военный лагерь. Побыстрее. Вбегаем вот здесь, потому что... Когда вы входите в зону, то примерно... Ом. 0,7 секунды ваши юниты не могут атаковать. Поэтому чем дальше от соперника вы зайдете в зону, тем лучше. Так, исследуем здесь. Ух ты, здесь... Вот мне не нравится, когда... Ко мне еще сзади можно подойти, так сказать. Такие... Когда здесь может... Да нет, тут видно, что еще дальше будет проход. Блин. И тут три волка. Отсюда будут постоянно набегать. Блин. Видимо, надо... Видимо, надо... Вот тут быстрее железо собирать и брать берсерка. Давайте сразу... Добычу... Железа ставить. И оленеводов. Даже пока... Погажу пока зачистка этого... Ну, блин, смертельная сложность. Сейчас волки будут очень часто набегать. Сейчас будет много раненых. Да, тут фиолетовый. Фиолетовый у нас... Бык. Да, вот не очень, конечно, хорошо. Так, ну надо возвращаться, я думаю. Ладно, давайте еще вот эту территорию исследуем. Этим... Этим... Исследуем. И вернем скаутов. Я сейчас беру берсерка. Сначала вот эту территорию зачищаю. Так, давайте уже и гавань построим. Хотя пока я немножко отложил здесь строительство гаваней. За ворон. А то я сейчас отставать начну. Ну, почему он туда постоянно бегает? Мне вот интересно, успеет ли у меня собрать 5 железа до того, как меня эта область отставит? Потому что я бы не хотел уже воинов делать. Честно говоря... Честно говоря... Блин, денег... Ой, денег, еды мало. 4... Да, должно успеть. Возвращаем на добычу еды пока. И этого вернем на добычу еды, когда их следует. Еее... Так, этих тоже возвращаем на еду пока. Даже, наверное, не на еду, этих в гавань. Правильно. Так, и защищаем вот эту территорию. Надоели отсюда набегать. Сейчас я, наверное, вот как раз сейчас сделаю... Блин, мне уже не хватает денег. Уже с кораблестроительства не хватает денег. Я бы, наверное... Так, сколько тут? Три волка, да? Я бы скорее... Блин, я одним вот этим берсерком, раненым, трех волков не убью. Мне нужен еще один воин. А если я найму воин, то мне не хватит. Вообще, давайте сделаем. Потому что... Вот эту территорию точно надо зачистить. Там-то один волк всего был, а тут трое. Тут отсюда будут постоянно на смертельном уровне сложности набегать. Ну нафиг. Тут уже драугры, медведь. Тут не страшно. Вот эту еще захватим против... Буйвола, считайте, неплохо. Стоять будем. Ну и то еще и... Слава вообще-то. Так. Все, этого воина можно обратно возвращать. Отлично. Еще вот эту территорию заберем. И я прям все очень... Давайте мы... Так, поменяем местами. Вот здесь мы сейчас дом построим. Хотя, может, не раненого... Да не, ладно, пускай ходит. Сто двадцать один плюс семь. Можно, наверное, добычу железа. Отправить ребят. Так, сколько требуется для захвата? Шестьдесят. Шестьдесят. Ну, давайте, наверное, еще гавань сразу. Так, минус семь. Нормально. Нормально. Мы эту зиму переживем. Забираем эту территорию и ставим тут все на еду. Ну, точнее, наверное, я поставлю оленей, потом знахарей. Потом склад, а потом расширю области и поставлю еще и рыбу добывать. Ну, то есть за сто денег увеличу количество зданий тут возможных построить. Тут мне... Почему я спешу здесь именно с железом, а не пошел добывать, например, тот же камень? Чтобы тут тоже склад поставить. Плюс у меня нету места... Кстати, мне, наверное, вот тут надо дерево ставить. Блин. Короче, у меня тут проблема... Тут два медведя. У меня проблема с деревом. Мне даже негде вторую лесопилку по-хорошему поставить. Потому что вот это место... У меня денег нету улучшать здание, понимаете? Ой, скаута зачем-то сделал. У меня нет. О! У меня нет. Мне надо где-то вторую лесопилку ставить Здесь плохо Ну вообще, наверное, здесь придется Вот сейчас придется здесь поставить Потом когда-нибудь, когда мы вот этих медведей зачистим Но пока надо здесь Потому что без двух лесопилок у меня будет очень медленное развитие Уже даже сейчас Два лесоруба всего лишь плюс один добывают зимой А это очень медленно Ну хорошо, что у меня хотя бы корабли Вот если бы у меня не было кораблекрушения То вообще была бы печаль с деревом в этой игре Так, кто у нас? Йотуны Субтитры сделал DimaTorzok В этом гавани открою Мне надо бы еще одних Да, давайте, пожалуй В матросы определим еще ребят Потому что как-то медленно наука у меня идет Так, а этот у нас еще один лесоруб будет Драугры не скоро начнут нападать Фиолетовый меня не исследовал Он даже, не знаю Ну, наверное, эту территорию исследовал Да, мне сейчас К чему стремиться Так это вот эту территорию зачистить От медведей Хотя я бы здесь башню Здесь и здесь башню бы поставил Так, давайте поставим Теперь Лекарей У меня сейчас появится Житель раньше, чем я диковинные товары возьму Диковинные товары пока Нет, ладно, пускай Еще может пир устроить В принципе, если сейчас появится Житель до диковинных товаров Или вообще Просто пир Почему бы не устроить пир С другой стороны Почему мне так много еды сейчас Вообще незачем Так, давайте лучше селянина лечить А так я быстрее в Тана выйду И диковинные товары Отлично Счастье появилось Блин, теперь мне надо эти Камень быстрее добыть Да, давайте камень добывать Надо апаться И мне 5 очков Будет не хватать до Тана Это 3 жителя Как раз Ну и надо отсюда вообще камень убирать Чтоб гавань ставить Развивать области Просто жалко стоят денег Я понимаю Мне там тоже писали Ты ворон Ты должен развивать области За сто денег Ворону деньги тоже нужны Извините Для армии хотя бы О, вовремя я вылечил своего парня Я думаю откуда-то отсюда будет нападать Вот на эту область Я имею ввиду Ну сейчас В начале игры по идее 1 или 2 Я думаю Берсерк отбивает Снова смотреть Ну сюда И вот так вот они побегут Блин, точно сюда бегут Ну Вот блин Долбаные эльфы Ой Нет И туда тоже Нет, нет Не трогай моих Подожди, не понял Второй куда Делся Страну Сюда же бежал Прям видел это Очень странно Честно говоря Ну давай Восьмой камешек Опнемся Так Давайте этого тогда В камни отправим Блин Не хватает Еды сейчас Ну потому что сейчас Лекари еще лечат Но вообще мне надо Склады поставить А, блин Я сейчас не буду апаться Стоп Мне там 10 надо Так Значит Давайте-ка возвращаем На добычу еды Лекарей Пожалуй Тоже Я сейчас Склады лучше поставлю Да Минус 10 Соответственно Этого И этого Дровосека Тоже Поставив два склада Я решу Проблемы с едой Не могу Сейчас лекарей ставить Потому что они будут Лечить А не еду добывать Сейчас склады поставлю Верну лекарей И плюс Надо сначала Плотничье дело Открыть Чтобы Восемь камня Хватало на апгрейд Вот как раз У меня 80 дерева И 80 камня 8 камня Отлично То что надо И плюс Это еще даст очки Да Вот сейчас я В тана выйду Беру Теху И Апы Этого мне хватает Для тана Три Человечка Ну правда Начинается Несчастье Я пока не могу Это никак решить Потому что И тут гавань Не могу поставить Я ни одну из гаваней Апнуть не могу Ладно Давайте тут Разовью область Ставлю гавань Потому что Долго ждать Добычи Восьми камня И апгрейд Требует 80 камня 80 Дерева А просто Постройка гавани 70 Просто вот это Несчастье Сейчас будет Распространяться То есть Один несчастный Пока Но потом Их будет Больше Блин Мне башни Надо конечно Еще ставить Сначала Решим Проблему С несчастными Вот Когда я вот тут Две башни поставлю Я вообще тогда Успокоюсь Прям Будет Все Окей Если Наверное Начнем Территорию Побережья Исследовать Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, сейчас там вылезет... Драугар... Ой, блин, как-то я неудачно... Берсерка двинул... Устроить топоры... Возьмем... Ну, короче, надо летом попытаться вот этот... Эту клетку зачистить... И туда перенести... Лесорубов... Так, сейчас будет минус два... Угу... Так, а потом мне надо вот эту клетку зачистить... Потому что тут мой второй камень... Находится... Хм... Ну, народ... Ну, вот это они так сильно вырулись, потому что они оба построили алтари... Так-то я по Славе тоже неплохо иду... Почему-то зеленого постоянно открывает... Точно, смотрите... Все три клетки, которые я открыл с помощью кораблей этих... Это в сторону зеленого внезапно... Ой... Голод... Ну, вообще, сейчас уже... Лето наступит... Думаю, стоит ли мне... Лесорубов перебрасывать... Хватило... Теперь, наверное, берем одного... Вон... Хотя я могу... Уже апнуть... Давайте апну, пожалуй... Все, ушло... Несчастье... Нам надо все равно еще одно счастье как-то получать... В том случае, беру одного... Воина и попытаюсь... Берсерком и одним воином... Двоих медведей завалить... По моему опыту, если я буду нормально микроортировать... То этого хватит... Успеваю... Хочется отходить лечиться, видимо... И еще это говно все побежало... Берсерк речи в первую очередь... Ну, нам придется еще этот тогда улучшать... Я хотел какие-нибудь на еду улучшить... Но... Мне не хватает... Счастья... Так... Сколько у нас? Пять... Ну, давайте сюда поставим... Наверное... Вот этих... Надо улучшить... Корабли... Матросов и оленеводов... Пока... Так... Давайте добьем медведя этого... Начнем вторым заниматься... Вторым уже с микроконтроля просто отступлю воинам... Отступлю, точнее, берсеркам... Он начнет... Заниматься воинам... Ну, должен добить, кстати... Какое-то странно... Отлично... Тут давайте... Сначала лекаря вылечим... Тут отправляем... Почему, давайте... Сначала даже оленеводов улучшу... А потом... Корабельников... Потому что как-то... Совсем слабенько... Еда капает... Плюс один... Можно было не улучшать, конечно, гавань... Ну, вот эта территория, наверное... Я фиолетовому отдам... Она мне... Не то, чтобы сильно нужна... Башенку... На всякий случай... Требедацию беру... Чтобы хоть какая-то еда была... Ой... Лесорубы, лесорубы... Так... Охотников улучшили... Сейчас... Улучшу... Собственно... Сторожку... А потом улучшу... Склад... Слушайте... Четыре... А тут же два было их... Тут даже не их логово... Откуда тут уже четыре... Их насобиралось... Реально... Два было драугра... Это странно... Так... И... Давайте, наверное, мы вот этих... Сюда перебросим... Тут... Лагерь... Лесорубов... Уберем... И поставим... На добычу... Железа... Но чуть попозже... Так... Что-то я слышу... Кто-то кого-то бьет... Где-то... Ну... Четыре драугра... Блин... Ладно... Давайте так... И так... 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 Улучшим... Склад... И, пожалуй... Улучшу... Дом... Пускай уже добавляется... У меня плюс два счастья... Еще эту территорию заберу... Блин... Я думаю, что и... Берсеркам с двумя воинами... Блин... Еще они далеко так... Находятся... То есть у меня сейчас все сразу на меня нападать будут... Когда я пойду... Одного убивать... Мне надо одного убивать... Отходить... Откуда тут сразу... Четверо накопилось... Я не знаю... Все... Отходим пока... Так... Плюс 14... Давайте... Подобавляем моряков... Плюс 10... Плюс 6... Я на еду смотрю... Так... Так... Ладно... Давайте... Да... Еды нормально... Сейчас будет минус... Но в принципе еды достаточно... Поэтому давайте на лесорубов и на знахарей... Улучшим... Так... Давайте... Дальше бить... Ребят... 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 Так... В этом году ожидается метель... В связи с чем я пожалуй... Надо быстрее эту территорию забирать... И строить здесь башню... И все... Больше ничего не стоит... Как-то... Еду копить... Так... Ставим тут башню... Опять же повторю... Это важная... Территория для меня... Потому что тут камень мой второй... Вообще... Вот это... Вот эта клетка выглядит... Как фиолеты... Фиолетового... Но с другой стороны... Она тоже стратегически важна... Потому что я тут смогу... Закрыть свою оборону от него... Если что... Так... Я думаю... А... Ну это вот как раз собственно... Ради чего и строились... И на него тоже они побежали... Так... Этих на добычу еды... Хватит ли мне 246 еды... Хватит ли мне 246 еды... Кстати... Может не хватить... Так... Воинов тоже... Тогда сюда... Пока стоим... Ну блин... Я уже тут и... Зеленым... Контачу... Блин... Дерево дофига... Я думаю... Что давайте мы сразу... Я поставлю... Камень добывать... Думаю... Дерево нам как раз хватит... Я беспокоюсь... Чтобы мне еды хватило... Во время метели... Так... А что у нас горит там... Поломал все-таки... Гадкий драугр... Башенку... Здесь кстати бы... Железо подобывать тоже... Ладно... Не сейчас... Ну видите... Минус 24... Минус 16... Есть разница... А... Нет... Он уже и тут может работать... Тут... Дом стоит... Поэтому... Может добывать... Так... У нас есть... Один тоже... Ворон... Кстати... Кстати... Мой сосед... Я к тому... Стоит ли мне... Опасаться... От него... Атак... Сейчас посмотрим... Кто... Из моих... Соперников... Метель не переживет... Ну... 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 Там... Я думаю... Все нормально... Доживем... Беру завоеватель... Не часто... Потому что... Дает... Дополнительную теху... Все-таки... Так... Ну... Должны уже... Давай... Заканчивайся... Метель... Заканчивайся... О... Плюс один... Отлично... Все... Пережили... Плюс 21... Это значит... Что можно даже... Отправить сюда... Добывать... Железо... Вам даже хватит еды... На это дело... Вой владыки морей... Да... Это опасно... Я бы тут конечно поставил... И на побережье... Ну... Везде... Башни... Потому что и против... Кракена это работает... И против ворона зеленого... Тоже будет работать... Так... Давайте наверное... Улучшим... Добычу еды... Пока... Да хрэ... Что они постоянно нападают сюда? Реально утопить... Утомительно эти... Я бы уже очистил эту территорию... Чисто... Чтоб дорогу перестали ко мне... Сколько... Когда последний раз нападал на ко мне? Минуту назад? Не буду здесь я уже рыбу ставить... Мне... Хватает... Долго там до странников? Недолго... Ну давайте наверное... Уже начну... Военные лагеря... Организовывать... Ну что откладывать? Можно будет... Сейчас вот этих... Ребят зачистить... Тут и две овечки есть... И... Руинки... Руинки... Так... Ну давайте... Башенки на... Побережье потихоньку ставить... Так... Вообще надо бы мне... Апнуть... Лесорубов... Вот... Чего мне еще не хватает, я думаю. Так, а еще есть вообще места для... Все, я все побережье исследовал. Так, серый уже стал ярлом. Да, надо апать, потому что как-то медленно все равно дерево идет. Здесь я, наверное, дом построю. Да, как раз странников открыл. Давайте здесь дом. Ставить и начнем расти. Поставлю дом, устрою пир. Так, здесь апм. Лесорубов. Ну и зимой надо идти территорию все разведывать. Так, дом поставлен. Поехали. Мы тоже ярлы. Что если кто к нам сунется, мы на них рейды отправим. О, фиолетовый захватил таки эту территорию. Ну, я не думаю, что я должен был ему мешать там особо. У меня есть свои более важные территории. О, бежит. Блин, а где мой персерк? Почему он там вообще? О, давайте побьем немножко. Что-то тут какое-то очень серьезное строительство началось. Что-то мне это не нравится. Похоже, надо больше военных лагерей тоже организовать. Вообще, я уже полностью все фиолетовую вижу. Только одна территория не видна. Кажется, он не особо мне тут соперник. Так, давайте, наверное, вот этих троих, блин, или трое много. Давайте этих-то двоих воинов этого... Уже мне как бы дерева достаточно. Хочу эту территорию зачистить. Заодно апну в скаутов потом. Так, все у меня застроено. Ага, тут все построено. Тут можно ставить тоже военный лагерь, значит. Ну, сюда перебрасываем. Три из трех, пять из пяти, три из трех. Вот тут еще уберут камень. Вообще, мне бы где-то еще дом поставить. Ладно, поехали. Надо побыстрее не зачистить. Тут, слава богу, вообще нету стреляющих этих драуров, кидающих копье самых дебильных. Так что, нормально. Мы сейчас всех четверых, я думаю, положим. Ой, этого больно бьют. Отлично. Все, этих ребят в скауты. АПМ. Еще одного в скауты. Этого прям сразу это собирать. Дальше еще дом этих. Блин, они раненые ванны, пускай полечится. тут дом. Дом строит, военный лагерь. Здесь лагерь щитоносца. Тут вообще тут оставим место для реликвии. кстати, что-то я прекратил ковать. Давайте сразу реликвию собственно и делать. так, что загорелось. Домик и домик. все хорошо. Ничего сверх серьезного не горит. Очень хорошо. не хочу чтобы крестьяне где-то там отдельно стояли. руинки исследованы. Этого отправим зеленого обсматривать. Тут скаута к фиолетовому. И еще одного скаута. Кстати, надо апнуть лекарей. Блин. навижу. И этого сюда. Так, лагерь щитоносцев завершен. Тут место осталось 3 из 3. 3 из 3. Ремонт 2 из 2. Все окей. Так и оставляем. В начале лета еще один пир. Овец в центр. Так, ремонтируем эту башню. Ремонтируем эту башню. Так, этот сюда исследует. Эти тут продолжают исследовать. Хорошо. Так, глянем, что у нас синий буйвол идет в победу с лавой. Ну, у него там в соседях серый кракен, который тоже идет в победу с лавой. Надеюсь, они друг дружку будут теребонькать немножко. Так, этот куда сюда пускай следует. Ну, вот, я вижу полностью фиолетового. Да, да. У него фиолетовый, правда, взял хранителя первого уровня. То есть, ему башни еще не дают армию. У него только раз, два, три военных лагеря. То есть, в принципе, у него только на шесть юнитов. Вот только на шесть юнитов армия это нормально. того, скаута отправил случайно. Так, пир. и давайте еще моряков. Это вот пока уберу на тот случай, если вдруг фиолетовый внезапно решит на меня напасть. Но я был бы, кстати, очень довольный, если он на меня напал. потому что я думаю, что вот от этого фиолетового я бы отбился без проблем, а он бы потратил кучу ресурсов на атаку меня. Так, вот меня беспокоит, что у меня зеленый против меня стоит почему-то. Всему нету смысла держать армию, кроме как на меня нападать, потому что тут медведи и тут медведи они на него нападать не будут. А, ну он может думать, что я на него буду нападать, потому что ведь я его территорию исследую. Давайте еще пир. Просто чтобы больше денег накопить. Сколько у меня вообще территорий? Восемь. Ну маловато на самом деле. то есть мне надо кого-то из соседей убивать. Мне бы, конечно, очень хотелось чтобы фиолетовый с красным воевали. Ну что-то похоже они этого не хотят. А, ну у них нету... Хотя вот у них территория. давайте наверное улучшу какой-нибудь домик. жилой жилой вот этот нет, вот этот давайте. Пошел медведь. А что у зеленого вообще кстати с армией? раз... Так, улучшенное снаряжение к этому сути. Может мне зеленого вынести? я что-то не вижу особо чтобы он... Он даже еще рейды не открыл, между прочим. Я вижу у него только два... Ну ладно, три. Ну правда блин, и он тоже взял хранителя. Но у него не может быть... Блин, надо на зеленого напасть. Сначала выковать реликвию, потом улучшить еще воинов, так что пока откладывается нападение. У меня проблема, что мне очень не нравится погиб разведчик. Очень нравится, что и у зеленого и у фиолетового взяты хранители. То есть это на защиту вообще. А серый еще и свален взял. Для серого то я вряд ли доберусь. А кого-то одного из этих двоих мне надо убивать. Ну, слабее выглядит, конечно, зеленый. Несомненно. увидишь, с фиолетовой на меня побежит с йотунами. Зачем фиолетовый так выложился в йотунах? Ну, теперь-то на него неприятно нападать, но мне, соответственно, и на зеленого страшно нападать, что фиолетовый может прийти сзади и ата-тат сделать. Фиолетовый исследует мою территорию. Так, ну, давайте доделывайте нигльфар. У синего 800 славы. Кстати, надо бы мне переключить мои гавани именно что на славу. Ну, мы думали, что это три, йотуна у фиолетового. У него один йотун, которым он управляет. Эти два тут стоять будут. О, синий вынес. Ну, тут уже побеждает синий просто конкретно. то есть вряд ли красный что-то ему будет делать похоже. тысяча, « да нет походу я не думаю что кто-то кроме меня исследовал карту нормально он еще и эльфов убил то есть ему 1200 осталось сейчас он забирает области ну хорош что я могу сказать хорош все очень быстро убил серого я даже не знаю ну тут без шансов как ты шуме посылать даже рейды на синего бессмысленно у него все апнуто мне надо только чтобы кто-то атаковал его территорию явно да как-то очень быстро конечно черный сложился а а и 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 не и и то есть и и и судя по тому как ну да друзья его как мне помочь хотя может вот так я пробегу ну красный просто сдается уже да ну то есть ну как бы бессмысленно получается к сожалению слишком слишком круто выглядит синий сейчас фиолетовый ну давайте я пойду может не знаю нападу на фиолетового какой нибудь ради по приколу он все ничего не сделает он явно территорию не исследовал хотя он армию какую-то делает может все-таки сбегает на или он по приколу сейчас на меня нападет не побежал к синему вот это я понимаю человек понимает хоть что-то мне кажется уже уже поздно и бессмысленно он сейчас будет штраф иметь 20 процентов давайте может какие-то буду посылать пока к нему набеги тогда что ли и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, там синий убил фиолетового всего? А нет, вроде как. Не, норм. Норм, вроде как. Так, ждем. Зеленый бесполезный вообще. О, отлично, отлично, хорошо. Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Пока есть шанс. Видите, уже одну область он забрал. О, помогаем фиолетовому, да. Рабочий он отходит. Полечиться решил сходить. Ну, в принципе... В принципе, почему нет? Так, он побежал, надо... Не давать ему отдыхать. Вообще, надо было сюда отправить. Пытается ему армию убить. Видите, бежит за ним. Видите, он возвращается, чтобы я у него территорию не забрал. Вот эту особенность, потому что она без защиты. Ну, надеюсь, я отвлек от фиолетового... На время. Очень быстро он разбирает. Двадцать! Войны двадцать, охренеть. Откуда он насобирал такую силу для воинов, не расскажете? Это... Какая способность у быка? Такую силу? Он у фиолетового пятнадцать всего лишь. Мне еще до победы славы, если бы сейчас захотел, например, пойти зеленого вынести, чтобы победить славой. То есть, вообще даже не рядом. Просто... А синему осталось только территорию захватить. Все остальное у него уже есть. Так, ну что там фиолетовый? Он эту, видите, обратно сразу захватил, потому что тут плюс десять процентов к атаке всем бойцам. Ну и даже это не делает двадцать силы там. Ну это сколько добавляет? Сейчас еще камень подобываем. Так. Ну что, он больше не идет. Апнул. Блин, откуда у него столько камня? Поставил башню и сразу апнул. Нормально, да? Так, побежал снова. Особенно, да? Продолжение следует... 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 ёрман что за ёрман его появились ну короче надо выносить зеленого он бесполезен эти големы появились что он там настроил метателей топоров 7 штук и 3 воина интересно у меня нападать что ли будет нет да я наверно нападу удачи ломай мою башню полностью удачи удачи Если бы зеленый как-то синим помогал, а так? Последняя атака. Последняя атака зеленого. А он еще и сдох весь за зиму. Так, это как раз сейчас можно бежать на помощь, потому что мне там двух йотунов хватит. Чтобы его победить. А вот эти моряки тут останутся, к сожалению. Но они могут убивать меня башню, у меня прибежит армия. Вылечит это все дело. Так. Могу ли я теперь победить славой? Вот у меня в чем вопрос. Сколько мне территории надо? Пять. Проблема в том, что у меня нету... Нету алтаря канунгов и нету камня для этого. То есть мне надо рынок поставить. А он даже не знает, откуда у него корабли йотурнов. Настолько он классно за ворона. Умеет играть. Так, ну мне надо рынок. Мне нужен рынок. Надо было раньше его ставить, чтобы там покупать. Мне надо... А, стоп. Ха. А у меня есть камень. Ну все. Так. Пора побеждать, ребята. 3000 это выше крыши. И еще немного выше. Давайте забираем тут территорию. И мне надо 4 территории, да? Блин, неужели победа? Это благодаря... Эту победу я посвящу фиолетовому тогда. То есть только благодаря тому, что он через всю карту бегал атаковать синего. Мне здесь удается победить. Я, наверное, сразу вот эту территорию заберу. И чтобы сразу 3 потом, как только достроится... Алтарь канунгов. Ах. Так, ну, наверное, можно забирать. Нет, смотрите, пока строится. Сейчас смотрю... А, фиолетовый синего атакует. Отлично. Это какая-то... Да. Блин, у меня еще 1700 денег осталось. 1700 денег. Да, классическая победа за ворона. С лавой. Но тут это все заслуга, на самом деле, фиолетового. То есть он мог бросить это дело, например, меня атаковать. Типа, решив, что до синего далеко. И синий был... Давайте посмотрим. Кстати, в тот момент, когда фиолетовый... Вот фиолетовый начал атаковать синего вот в этом месте. Да, март 805-го. Просто посмотрим, сколько было еды у синего. Ну, кстати... Ну, вот уже... Ну, вот немного он начал копить. Ему пришлось это все сбрасывать, чтобы новую территорию захватывать. Конечно... Ну, вот синий сделал. Пришел к синему, да. Тут вот... Подрались, он ушел, полечился, пришел. Практически и себе вынес, и ему вынес. Тут я сбегал, вынес зеленого. Вот фиолетовый опять собрал армию. Ну, конечно, этой армией на меня нападать. Потому что вот... В данной... В данной ситуации, вот здесь... Хотя у синего... Ну, он не мог все равно количество территорий захватить столько. Захваченный зон. У него было 9. У него просто было... Здесь еще 5 зон. Это мало еды для захвата 5 зон. А фиолетовый пошел, потому что кровавая луна. То есть, он решил кровавой луной. Типа, будет круто. Видимо, он не в курсе, как быстро вороны в конце побеждают славой. То есть, он думал, сейчас там... Будем в курсе. Видите, что творилось у зеленого со счастьем? Минус 25. Минус 25. Минус 25. Уже какой-то... Да, тут вот... По всем параметрам был... Синий впереди. Но... А как он серого, интересно, вынес? Вот он пошел, видимо, вот в данной ситуации. Нет, пока только захватил территорию. Да, вот. Агрессор, агрессор, агрессор. Ну, нормально так его. Красный. Видите, да, красный, как один раз сбегал и сразу сдался просто. Дальше не воевал. Ну, а вот такая игра получилась. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. И всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Играйте в умные игры.